всем привет 20 ноября суббота я максим журавлев канал про деньги рынке и так у нас завершение пятницы было крайне интересным основные голубые фишки на московской бирже в красном цвете в целом индекс мосбиржи упал более чем на полтора процента нефть вообще удивляет своими движениями нефть марки brent закрылась даже ниже отметки в 79 долларов за баррель также у нас упал рубль по отношению к доллару курс доллара к рублю на момент закрытия бирже 73 рубля 44 копейки что произошло неужели вот так сильно отреагировали рынке на новости из европы о том что в австрии с понедельника вводится полный локдаун или же есть какие-то другие более серьезные страхи кстати говоря уже многие эксперты именно вот этот термин стали больше употреблять именно страх на рынках давайте эту эту тему и обсудим вот такие вот новости есть например демократ менендес предложил опять вести санкции против российского госдолга против северного потока 2 банковского сектора против нефтегазового сектор россии на случай если вдруг россия опять вторгнется точнее прошу прощения вторгнется на территорию украины эта тема она конечно обсуждается уже некоторое время более того это действительно раздражающий фактор для российского рынка поскольку были вот недавно новости о том что блумберг якобы предупреждает европу а точнее сша предупреждает европу а блумберг об этом сказал якобы что вдруг россия собирается вторгнуться на территорию украины собирает войска вдоль украины вдоль границы с украиной и вроде бы вот эта тема она крайне напряженная естественно это все крайне раздражает рынке поэтому вот эта история она тоже имеет место быть еще новость значит глава белого дома джо байден перенес операцию небольшую находился под наркозом из-за этого не мог исполнять функции президента и вот вы впервые в истории кстати когда и вице-президент женщина исполняла обязанности президента я имею ввиду камалу харрис ну вот на сегодняшний момент все нормально но так или иначе когда речь идет о главе государства причем с точки зрения медицины что у него там какие-то непорядно какой-то непорядок в части здоровья конечно же это тоже такая крайне интересная и крайне острая тема поскольку не дай бог что-то произойдет со здоровьем это понятно будет серьезный удар а тем более если мы говорим про америку то это был бы серьезный удар для рынка то есть даже даже представить сложно что могло бы быть случае чего но не будем в частности вдаваться в подробности но единство что хотел бы сказать что вряд ли джо байден пойдет на второй срок когда у него закончится полномочия в первый срок но посмотрим до этого еще пока далеко давайте перейдем к сути вопроса значит чем вы знаете отличается страх от обычной коррекции вот если мы например посмотрим на нефти марки бренд то в пятницу по итогам торгов закрылись ниже отметки в 79 долларов за баррель нефти марки бренд но когда мы видим вот такие движения когда идет некое восстановление и буквально раз два три за четыре часа это часовой таймфрейм валится нефть примерно на 4 процента то есть это достаточно быстро то это уже знаете более походит на какой-то страх на распродажу но все почему ну как вы уже знаете в европе одна из стран объявила о локдауне мы говорим про австрию с понедельника там серьезный локдаун полный локдаун как его еще называют это конечно крайне такая острая тема и мы уже по сути дела опять откатывается с вами в 2020 год то есть рынки уже знают что было тогда какие последствия сейчас экономика не понесла после вот этих всех локдаунов и вот на тебе под занавес 2021 года опять новости опять локдауна опять карантина опять ограничения остановки и так далее и так далее естественно рынок нефти на это все отреагировал сильным снижением поскольку опять могут быть какие-то снижения спроса да на нефть более того помимо австрии кстати говоря германия тоже заявила что не исключает дополнительно введение ограничительных мер что тоже конечно может послужить дополнительным ударом для рынка нефти ади германия это по сути одна из главных экономик еврозоны но и другие страны вот если мы коротко посмотрим например на на статейку на подборочку например по поводу всех вот этих вот ограничений в европе то например более серьезные ограничения в австрии вот германия бельгия нигерл нидерланды да то есть не разрешается ходить по барам по ресторанам по магазинам агрессия вообще со следующего понедельника с ближайшим непривитым людям вообще будет запрещено посещать закрытые помещения включая рестораны кинотеатры музеи так далее и так далее вот нет прим нет вакцины то есть нет прививки от кови 19 значит ты никуда не можешь ходить вот такие вот достаточно жесткие ограничения в европе и но и понятно на это все естественно отражается на рынке нефти но здесь знаете еще и главное в другом кстати смотр посмотрим доллар доллар у нас в целом по рынку естественно подрастает потому что например евро доллар у нас парам которая главной является на валютном рынке видим что доллар здесь тоже подорожал евро пошел вниз дело в том что вот эта пандемия которая была в прошлом году активная фаза ее да да в общем то и сейчас все вот эти локдауны они привели к чему они привели к такому понятию как инфляция но мы это понимаем мы видим что все страны сейчас испытывать такое явление как рост цен и теперь главное понять причину а причина это то что спрос во многом превышает предложение на рынке то есть тогда когда покупает намного больше чем на рынке есть товаров и услуг естественно цена начнет расти безусловно это знаете такой рыночный закон и почему предложение опаздывает за спросом да потому что нарушены цепочки поставок как раз таки из-за вот этих вот локдаунов то есть например предприятия какие-то организации которые производят товар другие предприятия которые доставляют этот товар до конечного покуп покупателя многие предприятия закрываются на некоторое время или например количество работников сокращается из-за вот этих вот всех проблем со здравоохранением в области здравоохранения и в итоге в итоге рынок просто недополучает нужного количества товаров а спрос растет он есть люди также хотят кушать одеваться ходить например в рестораны то есть каким-то получать кита услуги а предложение не успевает вот оттуда и рост цен и когда мы видим очередной раз вот такие новости уже под занавес тогда когда все новостные заголовки только практически все в голос говорят что мировая экономика восстанавливается что спрос растет постепенно возобновляется на точнее вот эти вот восстанавливаться цепочки поставок и тут вот такая новость которая буквально знаете сразу все перечеркивает но и понятно что оттуда страха возникает и самое то главное страх неопределенности что будет дальше ведь мы тоже давайте вспомним начало 2020 года например еще январь может быть даже начало февраля вот даже мы будучи в россии когда начинали получать новости еще из китая тогда когда там начиналось вот эта вспышка и потом начинал распространяться в европе еще были какие-то некие непонятки да в этом отношении то есть рынок до конца еще не осознавал всю тяжесть вопроса и что мы видим сегодня а сегодня мы тоже не можем понять мы уже знаем что было и не можем понять что ждет в дальнейшем то есть получается в итоге рынок мировая экономика рынке еще не справились с инфляцией и мы опять получаем такие новости вот как дальше будет развиваться ситуация конечно же никто однозначно сказать не может в этой связи мы можем с вами сделать однозначный вывод что если а печерные локдауны будут опять вводиться инфляция дальше будет разгоняться центральные банки уже будут вынуждены поднимать процентные ставки и вот эта вот проблема она уже перерастает из области значит здравоохранения в системную экономическую проблему и уже знаете может быть даже начинает появляться такие понятия как не инфляция а стагфляция чем инфляция отличается от стагфляция это тогда когда цены в экономике растут но не растет экономика сама по себе то есть получается цены растут не растет производства на бороть этот упадок и вот это вот на самом деле большая проблема и эта проблема она может затянуться на несколько лет и если такого сценарий будет реализован то знаете мы уже опять возвращаемся в период наверно 70-х годов там несколько была чуть-чуть другая история но на там был действительно серьезный рост инфляции в частности в экономике сша в европе золото тогда очень сильно кстати говоря взлетело в цене но если мы говорим например про нашу российскую экономику до проб например валютный рынок про фондовый рынок то понятно мы с вами увидим действительно серьезные распродажи и рубль в этом смысле но я полагаю растеряет позиции по отношению к доллару сша то есть риски достаточно высокие и ставки очень большие поэтому здесь я полагаю сценарий будет выглядеть примерно таким образом то есть мы видим вот этот вот импульс восходящий по валютной паре доллар рубль если мы говорим про курс доллара да то есть каков сценарий и здесь вполне себе вероятность сценарий некоторые отскок то есть рынок будет переваривать информацию нижняя граница будет 72 с половиной но если мы выйдем выйдем с вами за уровень например на 73 с половиной рубля за американский доллар 7 следующий у нас потолок будет ближайший это 75 понятно что такие сценарии это наиболее радикальные но это вполне реальность сценарий но а там уже конечно если сценарий будет искать продолжаться то есть ситуация будет выходить из-под контроля я имею в части здравоохранения то мы там можем 76 77 вполне увидеть это вот легко друзья вот такие соображения на субботу на 20 ноября вот такие новости но как дальше будет развивать ситуация конечно мы за этим следим мониторим поэтому подписывайтесь и до встречи в следующих обзорах пока